Позвольте привести Пример того, как библейское Богословие помогает нам Понять, что значит Жить по-христиански Благочестиво, богоугодно, праведно В наших взаимоотношениях Со Христом Когда в начале 90-х Я переехал из Сиднея в Мельбурн Архиепископ Мельбурна Предложил мне работать в епархии И заниматься вопросами Межличностных И межполовых отношений Это обстоятельство В дополнение к тому, что В то время я преподавал этику Определило мою роль Как богослова, отстаивающего Христианский подход К одному из самых спорных вопросов В современном обществе Я обнаружил, что стал активно писать И часто публично выступать На тему гомосексуализма В разработке этой темы Библейское богословие Стало для меня одним из ценных инструментов Приведу буквально один вывод, который я сделал в ходе своей работы над вопросом о гомосексуализме Помните, мы неоднократно подчеркивали необходимость помещения текста в контекст В рамки основной темы Жанра, книги Библии, всего канона А также развития истории искупления в целом Так вот, если обратиться к книге Левит В 18 главе 22 стиху То мы прочтем следующее Не ложись с мужчиной, как с женщиной Это мерзость И далее глава 20 стих 13 Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость Да будут преданы смерти Кровь их на них В Ветхом и Новом Заветах Мы находим примерно 6 или 7 текстов В которых прямо говорится О сексуальных отношениях между представителями одного пола Я процитировал два из них В которых эти отношения называются мерзостью Их нередко приводят В евангельской аргументации своей позиции Равно как и в контексте контраргументов Хорошо, давайте поместим текст в контекст главы, главной темы, книги и так далее И это значит, что следует рассмотреть стихи с 1 по 5 главы 18 И сказал Господь Моисею, говоря Объяви сынам Израилевым и скажи им Я, Господь, Бог ваш По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте И по установлениям их не ходите Мои законы исполняйте, и Мои постановления соблюдайте, поступая по ним Я, Господь, Бог ваш Соблюдайте постановления Мои, законы Мои, которые исполняя, человек будет жив Я, Господь Далее глава 20, стихи 22 и 23 Соблюдайте все уставы Мои и все законы Мои и исполняйте их И не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить Не поступайте по обычаям народа, которые я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них Таким образом, два наших ключевых текста входят в обсуждение следующей основной идеи Не поступайте так, как поступают в Египте, который вы оставляете, и не живите так, как живут в Ханаане, куда вы идете Иначе говоря, не принимайте образ жизни язычников, ибо он мерзость для Господа Вот почему в этом фрагменте Писания говорится не только о половых отношениях, но звучат также и такие установления, как «не вари козленка в молоке матери его» и так далее Которые нам не вполне понятны, и в которых мы особого смысла не видим А смысл здесь в том, что все это служит признаками совершенно иного образа жизни Итак, я выделил более широкий контекст, как того требует библейское богословие Поместил текст в более широкий контекст Далее мы переходим к первой главе послания к Римляну «Гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие» А впрочем, давайте обратимся к тексту Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою Здесь говорится об идолопоклонстве и безумии И далее стих 24 «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела» Стих 26 «Потому предал их Бог постыдным страстям, женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение» И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному ему делать непотребство Раз за разом звучит одна и та же фраза Бог предал их Однако обращает на себя внимание то, что в Новом Завете мы уже не встречаем слово «мерзость» Слово «грех» остается А вот понятие «мерзость» больше не используется Более того, согласно римлянам 1, гомосексуализм, сексуальные отношения между представителями одного пола и есть суд Божий Бог предает этих людей похотям их сердец Так что они пожнут то, что посеяли в сердце В моем восприятии в истории искупления здесь происходит настоящий поворот Однако услышите меня, вопрос не в том, греховно ли такое поведение или нет А в том, мерзость оно или нет Так вот, мне кажется и понятно, что это всего лишь мое предположение Что называть сегодня однополые сексуальные отношения «мерзостью» и ссылаться при этом на левит Было бы категориальной ошибкой Это, разумеется, грех Но называть это «мерзостью» значит допускать ошибку в библейском богословии Полагаю, что если бы однополый секс снова стал религиозной практикой Какой-то языческой религии Тогда сравнение с тем, что описывается в левите, было бы оправдано Но в наше время ситуация иная Насколько вижу ее я Со мной можно соглашаться или нет, но этим примером я хотел показать, что принципы библейского богословия, требующие рассмотрения текста в контексте с точки зрения основной идеи, а также в перспективе всей истории искупления, позволяют выделить определенные нюансы В обсуждении проблемы гомосексуализма это играет очень важную роль Один из представителей ЛГБТ однажды сказал мне «Вы рассуждаете безапелляционно-консервативно, но по-пастырски» Видимо, подумал я Мне все-таки правильно удалось определить наше сегодняшнее место на библейской шкале развития Божьего замысла Мы действительно живем в эпоху между пришествиями Христа Между крестом и вторым пришествием И коль скоро это так Нам следует уметь проводить важные разграничения Возможно, на наших занятиях, лекциях или семинарах Я уже упоминал этот вопрос вскользь, но говорил о нем как о предмете будущего обсуждения Итак, в современный нам период между пришествиями Христа Необходимо понимать, что в тексте Писания носит дескриптивный или описательный Что прескриптивный или предписывающий Что запрещающий И что разрешающий Или во избежание нежелательных коннотаций, скажем, уступительный характер Пример Наш Господь был распят Понес наказание смертью Такой приговор выносили в Римской империи за отдельные категории преступлений Однако то обстоятельство, что описание распятия есть в Библии Не подразумевает однозначного вывода о том, что именно так людей и следует наказывать Часто рассматривая критику Писания, стоит задаться вопросом Что конкретно подвергается критике? Описательные библейские тексты? Или же оценочные? Так Ветхий Завет упоминает о том, что были люди, которые приносили своих детей в жертву Молоху Ни о каком обязательстве здесь речь не идет Это не более чем описание порочной религиозной практики в истории израильского народа То есть важно определить, носит ли тот или иной текст описательный или какой-то иной характер Денежная единица в Израиле – шекели Значит ли это, что нам следует сменить валюту? Ведь в Библии упоминаются именно шекели В древние времена время у евреев делилось на стражи Так может быть выбросить роликс Таймекс или какие у вас там часы И вернуться к библейским стражам Повторюсь, учитесь определять характер текста Что касается предписаний Например, возлюби ближнего своего Вторая наибольшая заповедь Это предписание Обязывающее нас поступать соответственно Запрет в Библии установлен на убийство Заповедью не убивай Разрешительный характер в Библии Носят тексты О браке и безбрачии Ни то, ни другое Обязательным не является Умение выносить в подобных вопросах правильное суждение Подразумевает знания не только соответствующих текстов Священного Писания Но и их место в истории искупления В противном случае мы рискуем принять за заповеди то, что на самом деле всегда носило исключительно описательный характер Или уже не является предписанием Или уже не является разрешением Наглядный пример в этом вопросе представляет собой апостол Петр Который продолжал придерживаться запрета на поедание нечистой пищи Пока Бог не научил его И только когда это случилось Тогда Петр без сомнений и колебаний отправился к Корнилию В 10 главе книги Деяний История искупления продолжала вершиться Петр усвоил Божий урок Библейское богословие в подобных случаях крайне необходимо для правильного использования Писания Поддержите ТВС молитвой и финансами Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой Так думают многие И хорошие проекты перестают существовать Информацию о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok